20 минут о красивой жизни, выдающихся людях и знаковых событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контент-планы, жизненные посты, задания от партнеров, профессиональные фотографии, юмор, нетворкинг – все это должно было стать основным в расписании этих людей. Сейчас самое время предстать перед судом авторитетного жюри и организаторов, которые предложили максимально объективную систему оценки команд в проекте «Битва блогеров». Я считаю, что сейчас Инстаграм, конечно, это сила, но проект, он был сильный тем, что мы людей реально сплотили и сдружили. Это был мощный нетворкинг, потому что лайк и чаты, потому что все эти фальшивые комментарии – это, ну, чем наш проект отличается от марафона? Это немножко не то, да? В марафоне все сидят и вот только пишут друг другу. Здесь мы создали условия, где реально вот эта махина из 60 человек перезнакомились, они стали друг другу клиентами, и вот в этом большая ценность этого проекта. Это не чаще коммуникативный опыт, потому что это 60 человек, это не дети, это не люди, которые к тебе нанялись на работу, это все самодостаточные личности со своим мнением, со своим личным временем, которые требуют к себе определенного отношения, с которым надо считаться. Работать в жатых условиях, очень насыщенный тайминг, и так как мы первопроходцы, было непросто. На самом деле настолько было все ярко и эмоционально, мы очень многому научились от участников, от какой-то команды организованности, от какой-то команды эмоциям, от какой-то команды вдумчивости. То есть каждая команда очень самобытная, и на самом деле люди объединились как-то по своим интересам. Общение стало настолько тесным, что не только участники получили новые знания и опыт своих наставников, но и сами смогли вдохновить их на новые идеи и взглянуть под другим углом на жизнь и ее отражение в Инстаграм. Всегда думала, что я не командный игрок. Я всегда думала, что я сама все могу. Но на самом деле в этом проекте я почувствовала, что я командный игрок. И я реально люблю свою команду, они у меня самые лучшие. Без них бы ничего не было. И ты заряжаешься от них, питаешься. И я благодарна проекту за то, что познакомилась с новыми людьми, узнала их, общаясь с ними, дружу. Я думаю, что теперь это мой круг нетворкинга, он еще шире стал. Это очень здорово. Мы блогеры, и нам за это не стыдно. Мы знаем, что делаем это с душой. Мы блогеры, да. Разве это не видно? Мы инстамаяк для своей целевой. Не все захотели стать блогерами по окончанию этого проекта, но каждый получил свой инсайт, даже больше внутренний какой-то. Каждый вышел из зоны комфорта. Самое главное, что я от них услышала, что они чувствуют сами, что победили себя. Для нас это главный результат. Я себя почувствовала немножечко воспитательницей. И я такая, так, так, так. Ну что, вы сделали домашнее задание? А вот это вот сделали? 50% нашей команды – это точно будущие звезды. В целом, конечно, классно. И вся наша команда очень прикольные люди. И от каждого я чему-то научилась. И я, конечно, очень благодарна, что они были в моей жизни. Просмотрев тысячи публикаций, члены жюри пришли в тот вечер каждый со своим представлением о лидере гонки. Но впечатление это менялось по ходу вечера, когда наставники представляли свои команды оффлайн. Вот я вчера смотрел, например, вот эти две тысячи постов. Я искал фотографию, которая меня зацепит. Или пост, который меня зацепит визуально. Меня ничего не зацепило. Поэтому я всем поставил здесь. И вот сегодня, в принципе, как бы мы пришли для того, чтобы посмотреть, и это цепляет реально. Я говорил, что секретный клуб 10 в плане визуального контента, в плане вовлечения в работу с текстами, вот мне они понравились больше. Но сегодня, как бы, я думаю, лидер очевиден. Какая бы у меня симпатия не была команде Mabalela74, да, то есть именно там к девочкам, но они сами не выкладывали посты. Я не увидел то, что у них постов были именно, что мы с командой, у нас битва блогеров. У них последние посты были, ну, я не помню когда. Да, и мне было так грустно от этого, то, что, ну, девчонки, я же вроде бы всей душой хотел из-за вас. То, что сегодня происходило на сцене, девочки, парни, это было очень здорово, на самом деле. И несмотря на то, что, может быть, они сами не могли выкладывать то, что делали сегодня на сцене, я уверен, что их коллеги, друзья, обязательно отдадут им этот контент, они положат себе к соцсети, и это даст им еще дополнительный движок, чтобы двигаться куда-то дальше. Я с ней знакома давно, и я, в принципе, от нее ожидала именно что-то такого творческого, что такое вау, прям серьезно. И так же, как и от Версаль. Ну, я думала, что там Белла Шумана ведет прямо такого, что вау будет. Вот, ну, в принципе, каждый со своей ролью справился, и, мне кажется, сейчас объективно мы делаем правильный выбор. Я думала, когда они начали выходить из своих комбинезонов, я думала, где-то взяли. Но смотрю, их 10, да, человек, а не все на молодого человека, когда он расширит. По-новому, да? И что на комбинезонах у них вышиты, ныки. Да, накидки у них, получается, с каждым названием, да, их страницы в Инстаграм, вообще молодцы. Если и остался, кто недоволен финалом, то публично в этом не признался. Ведь Инстаграм – это территория позитива, а значит, из всего надо выносить только хорошее. Кстати, о хорошем. Второй сезон стартует совсем скоро. Уже известны имена наставников, которые сейчас формируют свои команды. На днях Челябинск посетил известный французский шеф-кондитер Жером Шассес. На его встрече с коллегами из Челябинска побывала и съемочная группа «Бьюти Тайм». На кухне кондитерской «Бон-Бон» знаменитый Жером Шассес. Шеф-кондитер, обладатель почетного звания «Лучший мастер Франции». Это как профессор для науки, генерал для армии и кутюрье для мира моды. Звездный кондитер много путешествует по миру, а это и весной добрался до Челябинска, чтобы поделиться своим мастерством, что, кстати, он делает не так часто. Наше обучение, оно уникально, потому что каждую деталь, каждый вопрос, который долгое время вертелся в голове, но ты не мог найти на него ответа, он может найти ответ, потому что он профессионал, уже 30 лет он работает кондитером. и ему важно, ему важно передать информацию, ему это нравится, и мы пользуемся этой возможностью и тоже учимся и хотим стать лучше. Кондитеры – это люди, которые работают как будто бы в сфере моды, то есть те же дизайнеры, которые с каждым сезоном придумывают что-то новое, так же и кондитеры придумывают что-то новое. Но никогда не стоит забывать о традициях. Традиции существуют как во Франции, так и в России. И у вас, например, есть такие замечательные десерты, как медовик, Павлова или Наполеон. Их всегда нужно сохранять, потому что это часть вашей культуры. Но при этом нельзя забывать о чем-то новеньком и оставлять это гостям так же равнозначно, как и новые десерты. Тема десертов у нас в стране больше связана с детьми и женщинами, в то время как во Франции сладкое любят все одинаково. Правда, взрослые бывают озадачены сохранением фигуры, выбирая фруктовые десерты в надежде получить меньше калорий. Я считаю, что не нужно себя лишать десерта, что нужно всегда пробовать и даже есть большая порция. Мы можем попробовать свой кусочек, но уже на столице, потому что мы не делаем. И мне всегда нужно что-то пробовать. То есть это может быть не в огромном количестве, но, по крайней мере, продегустировать. И на самом деле мой вкус развивался, как вкус у семильена, например. То есть я что-то чувствую, я вкушаю аромат. Мой вкус развивается и я продолжаю что-то новое каждый день. Под руководством мастера челябинские кондитеры преобразили вкус привычных десертов. Так, например, знаменитая пирожная Павлова благодаря температурным нюансам в процессе выпекания обрело еще более нежную текстуру. К тому же в малиновый джем добавили имбирь. Представил Жером и свои уникальные рецепты. Это разработка Жерома. Этот десерт называется дюпло по-французски или дупло по-русски. Почему так? Дети, например, они сейчас вспомнили, что такое было лего дупло. Нам вот эти шарики могут напоминать вот эту форму маленького конструктора. Это темный шоколад, и внутри него это крем на основе сливок и джандуи. Джандуи – это смесь молочного шоколада и фундучной пасты. Наряду с технологическими тонкостями приготовления в кондитерском искусстве все большее значение приобретает экологическая составляющая. Во Франции сейчас практически не используют красители. Есть определенные нормы, которые нельзя нарушать, и это проверяется. Ну и люди начинают задумываться о том, что они едят. Нужно всегда использовать местные продукты. Мы как раз заканчиваем десерт с брусникой, и также с облепихой. Важна элегантность и дизайн десерта, но при этом никогда не стоит забывать о вкусе. Десерт должен быть красивым, чтобы притянуть взгляд, чтобы его купили, и вкусным, чтобы вернулись попробовать его снова. Роль десерта, особенно мастерски приготовленного, нельзя недооценивать. Ведь это все неповторимые эмоции, которые приносят удовольствие, делают жизнь яркой и разнообразной. Массажи народов мира, спа-медитации, арома ванны, колотеновый солярий, чайные церемонии. Все секреты восстановления здесь. Этно-спа. На Академика Королева, 31. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга, 44. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на «Соне Кривой, 30» и «Пушкина, 65». Мода во все времена была полна провокаций, но то, что происходит именно сегодня, вызывает недоумение даже у тех, кто особо не следит за тенденциями. Почему мужчины носят платья, как так получилось, что многомиллионные контракты получают модели, которым за 60, эти и другие сегодняшние тенденции, комментирует аналитик моды, стилист и телеведущий Тим Ильясов. Лучшим отражением идей женщины в обществе, целей и задачей является массовая культура. Латвусовой бумажкой массовой культуры не просто в моменте, а в перспективе является массовой анимацией. И в этом смысле принцессы – это то, что позволяет нам очень точно понимать, где начинаются современные идеи и чем они будут продолжаться. Образы мультяшных принцесс как индикатор социальных процессов – одна из тем, которую поднимает в своих выступлениях Тим Ильясов. Выпускник в ГИКО, наставник известного телевизионного шоу о дизайне одежды, называет себя исследователем моды в сфере его интересов и истории, и современности, и люди, и предметы, и явления. Мое поле – это соединение прошлого и настоящего, это общекультурное явление моды, а не исключительно бытовое явление моды. Почему мы одеваемся так и не иначе? Когда мы начали одеваться так? Почему вы сейчас, соединяя эти кроссовки с прямой юбкой-карандашей, не боитесь леопардового принта? Почему так? Ведь это все имеет свои исторические предпосылки. То, о чем я занимаюсь, то, о чем я увлекаю, то, о чем я рассказываю. Мода – это всегда вызов и провокация, а значит, вполне естественная реакция, как минимум, недоумение. Если подходить к вопросу с научной точки зрения, гораздо легче понять и принять все то, что происходит. А происходит следующее. Мы ушли из мира, в котором есть категории. Это модно, а это не модно. Это правильно, а это неправильно. Еще 15 лет назад мы могли сказать – носи юбку с туфлями-лодочками и классическое пальто. Теперь это не так. Мы можем носить узкую юбку-карандаш с кедами. Мы можем носить классическое пальто с худи или со спортивной курткой, и это нормально. Но, тем не менее, категория пошлости и вульгарности остается. Где она? Она в избыточной серьезности. Когда ты занавешиваешься бриллиантами, и у тебя здесь меха, и здесь у тебя Лабутен, и здесь у тебя Прада, и здесь у тебя Гуччи, и здесь ты вся женщина на показ, женщина-ценник, вот тогда ты вульгарна. Умение играть, умение быть ироничным, умение соединять несоединимое – вот в чем вкус. Дело в том, что поколение Z, центральное поколение, которое формирует современную моду, отказывается от сексуальности как у доминирующей линии. Еще 15-20 лет назад мода, продажи, пиар, маркетинг – все плясало вокруг сексуальности. У поколения Z, эти молодые люди, рожденные в нулевых, куда меньше интересуются сексуальной стороной жизни, для них у них куда важнее самореализация. А теперь представьте себе, что если из моды уходит сексуальность как центральное звено, которое ее всегда двигало, то уходят и те приоритеты, и те образы, которые она несла. А значит, в моду приходят люди, которые вне контекста острой сексуальности – это подростки, то есть совсем молодые люди, которые до этой острой сексуальности еще не доросли, и это пожилые люди. В последние пятилетия мода перестала табуировать возраст. И если последнее столетие мода – это картинки про 20-летних белых англосаксонских женщин, то теперь мода – это и про 14-летних, и про 30-летних, и про 45-летних, и про 85-летних. И мы видим на обложке итальянского Vogue или Porto Magazine пожилую модель Лорен Хаттон. И мы видим роскошную Кармен де Лери Фитча, которая демонстрирует моду на подиуме. И даже в России Валентина Ясень, которая 65 лет, становится моделью года по версии гламур. Возраст перестал быть границей. Если говорить про медиа-тренды и про тренды визуальной культуры, то это бесконечная цитатность. Мы живем в эпоху метамодернизма или постпостмодернизма. И это вызывающая цитатность. То есть, если ты хочешь быть модным, актуальным, то ты должен держать в голове кучу образов. И соединить. Тут у меня 70-е, тут у меня 60-е, тут я немножко Катрин Денёв, тут я немножко Бриджит Бардо, тут я кусочечком возьму на образ Марлен Дитрих. И добавлю во все это современности. Цитатность, умение комбинировать разные источники из искусства, из истории, из кинематографа, выделяют человека с хорошим вкусом от человека с плохим. Хороший вкус – это не дорогие бренды. Хороший вкус – это не умение сочетать бежевую блузочку с розовой юбочкой и не кортье на вашей шее. Хороший вкус – это умение сказать, я делаю такие губы, потому что я обожаю образ Марлен Дитрих в кинематографе. Или я выбрала такой жакет, потому что я вдохновилась Ивом Сен-Лораном в 60-х. Или сказать, я не просто люблю Селин, а я люблю Селин Фиби Фило. Или я люблю Селин Эдис Слимона. Почему нет? Вот в чем вкус. На Земле живет 7,5 миллиардов людей. И это 7,5 миллиардов разных людей. Один из важнейших мировых трендов, который будет развиваться и будет наиболее важным все следующее десятилетие – это тренд diversity, тренд разнообразия. И в этом смысле однообразные лица с губами уткой – это не модно, это некрасиво, это неприемлемо в новом мире. В будущем важно научиться быть собой. Ты можешь себя приукрасить, ты можешь себя слегка омолодить. Да, может быть, где-то натянуть, да, может быть, где-то добавить. Но это не должно уничтожать тебя. Потому что самое главное, что есть у тебя – это ты, твоя индивидуальность, твоя личность, твои маленькие уникальные черты, пусть даже они далеки от каких-то условных эталонов. И вот эта разность и есть сила. И умение быть собой со своим носом, со своими глазами, со своими объемами – вот что важно для моды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА. ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана приглашают 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе – дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля – Зухра Солокуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие – билеты в городских зрелищных кассах. Вся сюжета Beauty Time на сайте bt31tv.ru Новости и анонсы о наших страницах в Инстаграм и ВКонтакте. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»